Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео я разберу, как рисовать людей в интерьере. Я разберу их пропорции, линию горизонта, точки схода, так что давайте начинать. И без этих трех понятий невозможно говорить о интерьерном скетчинге. Итак, давайте начнем с линии горизонта. Первое, что я сделала, я нарисовала прямоугольник, это наша фронтальная стена, дальняя стена помещения. Это у нас обычная перспектива в одну точку схода. Здесь у нас есть одна единственная точка на линии горизонта, и в нее сходятся все линии по стенам, полу и потолку. Давайте я быстренько оживлю это пространство, чтобы оно не было такой обыкновенной коробкой. Изображаю тут купол сейчас, и, интересно говоря, мне это пространство начинает напоминать уже молодежный зал у вас по БГХПа имени Штиглица, где я училась. Сейчас добавлю здесь арок, причем, напомню, одно из основных понятий перспективы, что чем ближе объекты к нам, равные удаленные объекты, тем больше расстояние между ними. Например, арки, они все одинаковые в плане, но как только они становятся ближе к нам, они становятся больше, и расстояние между ними становится больше. Итак, давайте же расположим нашего человечка. Самое главное в интерьерном скетчинге изображать людей очень схематично, то есть мы не хотим здесь превращать это все в академический рисунок, в гипсовые головы или в изображение натурщиков. Нет, мы мыслим очень схематично, представляем человека как набор простых геометрических предметов, голова это может быть маленький овал, тело прямоугольник, и две ноги можно согнуть руку или ногу. Также для масштаба я изображаю здесь стол. Обычно стол примерно на середине высоты человека располагается, примерно уровень бедер. Второй человечек будет располагаться чуть дальше, его голова, обратите внимание, тоже будет расположена на линии горизонта. Horizon Line на английском, вот я помечаю, потому что этот урок также будет на моем английском канале YouTube, и тоже показываем человечка очень схематично. Давайте покажу более подробно, как рисовать столик. Предположим, первый вариант столешницы был, что она прямоугольная, здесь все просто, линии по столешнице или четко горизонтальные, а боковины уходят в точку схода. Что если этот столик круглый? В перспективе он будет смотреться как овал, и легче всего опять же начать с прямоугольника, который сокращается в точку схода. Здесь я делаю две диагонали, да, линии пересечения, добавляю еще одну линию и провожу еще одну горизонтальную линию через точку пересечения. И теперь у нас есть так называемые вспомогательные линии, благодаря которым мы уже можем нарисовать овал. Самая частая ошибка в изображении овалов, это когда люди заостряют их края, это получается больше похоже на листик или на линзочку. Здесь очень важно, чтобы все закруглялось. Вдали вот этот стол, его можно показать даже не простраивая ничего, да, очень-очень быстро, условно и схематично. Давайте нарисую еще одну фигурку, этот человечек стоит еще дальше от нас. И вот на первом плане человек, ближайший к нам, хочется проработать, добавить чуть больше ему деталей, чтобы появился эффект воздушной перспективы, потому что люди, объекты, которые на первом плане, ближе к нашему зрению, мы их можем видеть в больших красках, четче детали мы можем видеть. Давайте здесь я тоже добавлю столик, опять же на линии примерно бедер, и нарисую еще одного человека, пусть он стоит ближе всего к нам. Вы видите, насколько схематично я его рисую, давайте предположим, что у этого будет некий портфель в руках. То есть завершая этот урок, еще раз пройдемся по основным понятиям. Главное в интерьерном скетчинге показывать людей очень схематично. Также очень важно помнить, что люди в положении стоя будут иметь все головы примерно на одной высоте, на линии горизонта. Несмотря на то, что в жизни кто-то из нас 2 метра ростом, кто-то метр 50, все равно примерно в масштабе это все смотрится примерно одинаково, разве что дети будут чуть ниже. А также люди, которые сидят, именно не стоят, а сидят, у них уровень глаз будет ниже. И в конце я хочу еще раз пройтись по важному концепту, по тому, как раскрываются овалы, в зависимости от удаленности от линии горизонта. Это важно для наших столиков, да? То есть чем ближе столики к линии горизонта, тем больше они уплощаются, чем дальше, тем больше они раскрываются. На этом я завершаю этот урок. Спасибо вам за просмотр. Если есть вопросы, оставляйте их в комментарии. И подписывайтесь на мой канал, я выпускаю новые видео раз в неделю. Так что спасибо вам большое за просмотр еще раз. И пока-пока, с вами была Ольга Саратина. До новых встреч! До новых встреч!